Очередные попытки Макрона прорваться на Южный Кавказ и любым путем закрепиться тут напоминают действия слона в посудной лавке. Новый военный договор с Арменией о поставках Сауд-Цезарь, призывы французских политиков защитить Армению и разместить на ее территории французские базы, все эти провокационные шаги Парижа вызывают недовольство не только у Азербайджана, но и у других стран региона. А что думают по этому поводу зарубежные эксперты, как считает израильский политический обозреватель Александр Гуралье, Армения сейчас пытается уйти из зоны российского влияния. Что касается политики Макрона, она, мягко говоря, не отличается большой сообразительностью и дальновидностью. Это не говорит о том, что во Франции нет профессиональных дипломатов и политиков, просто такое ощущение, что президент Макрон зачастую не прислушивается к советам профессионалов, а руководствуется эмоциями. Последний эмоциональный всплеск Макрона связан с провалом его партии на выборах в Европарламент и всеевропейским триумфом правых партий, что является весьма вероятным показателем того, как будут проходить выборы в самой Франции, то есть с очевидным провалом партии Макрона. В связи с этим ему сейчас крайне важно понравиться французскому избирателю, доказать, что он этакий брутальный политик, в этом смысле стоит отметить, что понятие брутальность своего рода бзик для Макрона. Стоит ли говорить, когда человек слишком зациклен на таких вещах, то этой самой брутальности ему явно не достает и не хватает. Например, мы помним, с того момента, как начался конфликт в Украине, Макрон начал проявлять большую активность, звонил то в Киев, то в Москву, пытаясь такими ходами войти в большую политику и там окончательно закрепиться. То есть в политике внутри страны у Макрона все получается крайне плохо, и потому играми во внешней политике Макрон явно пытается компенсировать свою слабость. Нынешняя поддержка Армении, вполне-таки традиционная политика Франции, с учетом влияния армянской диаспоры в стране, это очевидная попытка Макрона зарекомендовать себя как политика. Но все эти попытки Макрона выглядят крайне неуклюже, например, мы с интересом наблюдали, как Макрон пытался выступить неким мирным посредником между террористической организацией Хезбалла и Израилем, чтобы остановить или хотя бы снизить градус противостояния, но у него ничего не получилось. Все это говорит о том, что потенциальный вес и авторитет Франции крайне низок. И это очень мешает Макрону, бьет по его самолюбию. Израиль, кстати, на прошлой неделе категорически отказался от посредничества Франции в будущем, и это стало ответной мерой на блокирование возможности Израиля участвовать в крупнейшей выставке вооружений в Париже, заметил политолог. По его словам, Россия также отрицательно относится к токсичной политике Парижа в регионе, а представитель МИД России Мария Захарова вообще заявила, что Париж провоцирует виток нового вооруженного конфликта на Южном Кавказе. По его мнению, Захарова абсолютно права, это вообще говорит о нынешнем политическом почерке Парижа, влезать в различные политические дела, совершенно не задумываясь о последствиях. Но грядущие парламентские выборы могут серьезно изменить весь политический фон Франции и внести в планы Макро на заметные коррективы, заметил Гур Арье. По мнению же казахстанского политолога, кандидата политических наук Шарипа Ишмухамедова, Армения стала игрушкой в геополитической игре на Южном Кавказе. А Франция не та страна, которая несет мир и безопасность в те или иные страны и регионы, скорее напротив. Примером может быть текущая ситуация в Нигере, Мали, Камеруне, страны, которые контролировала Франция, но не принесла этим странам ни развития, ни мира, ни безопасности. Так что Франция в первую очередь не тот пример, который принесет Армении развитие и безопасность, укрепление демократии. Примеры многих стран Азии и Африки показывают, что следует быть крайне осторожными в сотрудничестве с Францией, которая всегда ставит на первое место только собственные интересы. Второй момент, конечно, Армения независимое государство и у нее есть право покупать оружие и сотрудничать с любой страной мира, но время и ситуация выбрано совершенно неправильно. Армения, которая только сейчас налаживает мирное сотрудничество с Азербайджаном, вроде бы пытается переосмыслить свою оккупационную стратегию, начав заниматься покупкой наступательного вооружения, все это, по сути, перечеркивает на корню. И по большому счету это говорит о том, что руководство Армении до сих пор не готово установить добрососедские отношения с Азербайджаном. А французское правительство, которое активизирует поставки оружия в Армении, пошло по самому темному и неконструктивному пути, не учитывая опыта своих ошибок в бывших колониях. Ну что ж, видимо Парижу сложно учиться даже на своих же геополитических просчетах, заметил и Шмухамедов.